Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша, ребятки, поздравляю вас, потому что мы извлекли уроки, мы одержали победу тяжелую, да, с дракой, с удалением, со всеми делами. Победу, которая могла обойтись без валидольчика, но не получилось, да, без валидольчика. Но какая разница, ребята, да? И здесь не про то, что там три очка пахнут или не пахнут, это действительно, ребята, действительно заслуженная убедительная победа, вообще без всяких вопросов. И плюс в этом туре произошли определенные вещи, которые, конечно, не оставили нас, болельщиков МЮ, равнодушными, если выражаться без какой-либо язвы по отношению к другим клубам, чем, конечно, мы никогда не занимаемся на этом канале, никогда, ни разу вообще такое не было. Ну, так вот, я сегодня в ретро-футболочке, ребята, даренной моим дорогим, любимейшим человеком Серегой, админом, которого вы все знаете, я надеюсь. Если нет, то покайтесь. Вот. Серега, сорян, что я прошлый раз не пошел с тобой смотреть футбол, реально похмелье убило. И, в общем, друзья, да, переходим к разбору матча. Что, значит, происходило? Ну, здесь какая была интрига, ребята, в стартовом составе? Значит, ну, Марсиале, естественно, никто не ожидал, да. Вне зависимости от того, ты заранее знаешь, травмированный он или нет, ты все равно не берешь его в расчет, потому что большая вероятность, что он травмирован. И Векхорст. Векхорст, ребята, единственный человек в команде, который, вот он играет в старте, и его не меняют. То есть, человека вообще, то есть, ощущение, что ему не 20, а где-то 19. То есть, его просто не меняют вообще никогда. Ни при каких-то тактических обстоятельствах. Да, ну и, в общем, да, главная интрига, конечно, была, полузащита была, да, потому что Фред, конечно, в прошлом матче сыграл изумительно, даже забил гол, но все-таки Забицера мы покупали за каким-то хреном и ожидали его, возможно, в старте. Но, ребята, Фред... Фред сказал нет. Даже почти стишок получился. Да, ну все остальное по позициям понятно. Вот, Бесака уже никого не удивляет, хотя Долот уже в целом поправился, был в запасе. Это все не важно, ребята. Важно, что? То, что мы забили быстрый гол. Ну, пенальти, ну, рука, да. Окей. И дальше начали классика, вот классика жанра. Какой-то поганный Crystal Palace, да. Сколько раз такое бывало, что вот играем, создаем моменты, полмоменты доминируем, потом брах пропускаем. С кем было такое? С Crystal Palace. Понятно, что в каждом матче у них на 90 какой-то минуте со штрафного в девятку не залетит. Но залетает всякое. И в этом матче залетело тоже. Но извлеченный урок заключался в том, что, сука, если ты забил первый гол, ты обязательно должен забить второй гол. И, что радует вдвойне, второй гол был не просто, значит, тем самым вторым голом, который позволяет, в общем-то, рассчитывать, что даже если залетит какой-нибудь дурачок, мы все равно выиграем. А это был гол такой чисто футбольный. Гол, который мы, тип гола, который мы почти никогда не видели при предыдущих тренерах. Ну, вот серьезно. Но это самая простая футбольная классика. Это то, чем знамениты наши следующие соперники. Ну, следующий соперник у нас Лиц, но я, конечно же, подразумеваю ФК Барселону. Великий клуб. Да что уж там, больше, чем клуб. И вот они, вот этот простой пасик на край, простой прострел и подставленная культяпка. Забил, конечно же, наш мальчик Рэшик. Естественно. Естественно забил наш мальчик Рэшик. Конечно. Конечно же он забил. Слушайте, как удобно. Я когда, помните, когда забивал Криштиану, я там вскакивал, прыгал, начинал там орать. Ну, неудобно, да? А тут, хоп, подставил, пальчик и готово. Так что, да. А потом, конечно, ребята, вот эта вся драка. Ну, судейские были какие-то моменты достаточно забавные, когда там Бруно чуть-чуть не скончался от оттолкновения с судьей. Собственно, вот та самая драка. Удушающий прием, выполненный обычно, удушающий прием проводится, как вы знаете, сзади, да? Из-за спины, так сказать, подкравшись. А Казимира исполнил такой классический прием от Элла Дездемоновский, вот такой, то есть, вот прямо из каких-то вот романов. Ну, так обычно, не знаю, да, мужья душат неверных жены или наоборот. Так что, задушил насмерть, значит, Казимира, игрока Crystal Balls, невелика потеря, ну и получил заслуженную, конечно же, красную карточку. Так что, потом уже все, значит, судья бросился, значит, после этого в еще большее плавание. Там уже остановить его заплыв баттерфляем было невозможно. Но это все не важно. Серьезно, ребята, вы знаете, я повторяю это очень часто, что я про судейские вот эти какие-то вещи говорить смысла нет. То, что варнаж, это прекрасно, да, с одной стороны, просто пенальти. А оно красное, ну красное и красное. Зато, зато у нас есть Забицер, Ядрен Батон, который, собственно говоря, вышел на замену. Ну, то есть, какое впечатление мог там Забицер, да, произвести за 20 минут? Да, он нормальный, добротный игрок. Но мы же его ждем, как замену Эриксону, да, и, соответственно, нам просто добротный игрок, который нормально борется и отдает пас ближнему, естественно, недостаточно. Мы будем от него ждать выдающихся совершенно, совершенно выдающихся, граничных на грани человеческого с нечеловеческим, пасов в разрез от 40 метров, начиная от 40 метров. Вот, так что Забик, Марсиком я тебя называть не буду, из уважения к нашему, значит, кислощекому. Все, Михаил, остановись, остановись. Вот, и, да, конечно, там Тенхаг вообще обожаю, замена Тенхага, честно, вот, очень люблю замены Тенхага, вот, люблю раннего тютчева, люблю мороженое сливочное и раннего, и, да, раннего тютчева и мороженое сливочное и замены Тенхага, ребята. Ну, и Хинкали, конечно, очень люблю. И замена Тенхака потрясающая просто. То есть, выпустить магу Линда Лёфа, да, то есть, там на поле у нас 75 было центральных защитников. В общем-то, красавчик просто, красавчик Тенхак разобрался. Ну, не, ну, там, понимаете, там мы в меньшинстве. Мы в меньшинстве, куда деваться. Так что, в следующем матче вот этого замечательного состава с лицом уже не будет, да, потому что там вместо Казимира, очевидно, будет играть МакТоминой. Не ожидали. Да, не, а чего? А чего бы не сыграть с Катазавру, да, тем более, что... Там никто не будет свое место в составе просто так отдавать. И вы посмотрите, как Фред играет. Фред играет каждый матч, каждую секунду матча, сука, как в последний раз в жизни, ребят. Вот все, вот, то есть... Как будто ему сказали, вот ты сейчас играешь, потом вместе со свистком суди, ты просто умираешь, и все. И вот он играет вот так. И он молодец. Да, так что, ну, да, очевидно, мы ждем Забицера, понятное дело. Ну, и есть, собственно, да, вот такое одно обстоятельство, что в этом туре, к сожалению, трагически проиграл Арсенал. Я не буду минуту молчания по этому поводу устраивать, потому что динамика, динамика в видео, она очень важна, да, иначе вы просто начнете перематывать вот это, заниматься вот этой дребеденью, а руки у вас жирные, вы там едите в это время, допустим, чебурек, и не можете перематывать. Ну, короче, зачем? Поэтому я просто покажу таблицу, и да. И еще, конечно, там проиграл Ливерпуль, Челси потерял очки. Челси это просто... Правильно говорит Лекс, автор канала про клуб Мем, правильно он говорит, что теперь у нас несколько клубов, ну, он говорит три, но, конечно же, он нас тоже считает клубом Мемом. Ну, смело, смело. И Челси, Челси. Ну, Челси, конечно, просто трындец, ребята, честно. Я скажу, я ни в коем случае у дорогого Кирюхи не отнимаю хлеб, да и пойди у него отбери хлеб. Вот. И Челси реально, мне Поттера просто, сука, жалко. Просто, сука, жалко. То есть, тренер он начинающий. И это практически как... Это как когда Сульшеру подсунули Роналду, понимаете? И Сульшер такой, что? Поттер просто в ахере, просто в ахере. У него состав, это... Да даже еще и Энца, понимаете, неспроста зовут, да? И многомиллиардное приобретение. Потому что, представьте, если просто вам... Вот вы только научились водить, и вам дарят гараж, а там просто сплошные Феррари. Феррари Энца, Феррари Шменца, да? И вот это все. И ты такой, как бы, а что мне с этим делать? Жалко, жалко Поттера, конечно, жалко. И, да. Хрен с ним и с Поттером, в общем-то говоря. Ньюкасл тоже потерял очки, и мы их обгоняем. В общем, вот то, как выглядит сейчас турнир таблиц, на самом деле, нормально просто Арсенал и Сити, как мне кажется. Не, мне там ничего, мне чемпионство Сити, вот чего, вот всралось, да? Вообще незачем. Да и не чемпионство Арсенала, что мне с того, да? Ради бога, мне не жалко. Но просто там, как мне кажется, произойдет такой. Но, а что бы нам не замахнуться? Ну ладно, не буду продолжать. А что не продолжать? Давай, давай я скажу. И потом после следующего же поражения Эмью, какой-нибудь тот же самый Лекс, это вот эту фразу вырежет и у себя в Телеграме опубликает. Давай. А что бы нам не замахнуться на чемпионство? Да и вообще, конечно же, мы выиграем чемпионат Англии. Конечно же. Все, Лекс, здесь можешь обрезать. Да, так что вот, все достаточно радужно, ребята, все очень весело. Мы в финале, мы в финале Кубка Английской Лиги. Там, естественно, от Днюкасла ничего не останется, ни рожек, просто ничего, просто подчистую, просто останется абсолютное, то есть, вакуум, я не знаю, ничего не останется. И, да, и Барселона, конечно, будет ушатана. Просто отшлепана. Очень ладно, ребятки. Как видите, настроение хорошее настроение, замечательное, замечательное настроение. И мы идем к чемпионству. Все, Михаил, закругляйся нахрен. Дядя уже это самое, вторая волна уже подкатила, начинаешь палиться. Так что, ребята, вы не забывайте о наших друзьях manutd.van, не забывайте о наших социальных сетях. Ссылки, сами знаете, где я уже 40 лет про это говорю. Я надеюсь, сколько вы запомнили, где ссылки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Никогда не отчаяйтесь, потому что мы, ссыка, юнайт. С вами был Миша. Пока-пока. Компион. Потому что мы юнайтед, потому что мы юнайтед, потому что мы юнайтед, мы юнайтед навсегда. Компион. Компион.